чё у нас тут где у нас тут вот она да в трендах у нас на первом месте дуть потом идет самый крутой переезд но я смотреть на не хочу потом у нас шоболев потом у нас что за давай лазович удачи зачем снимать туда видео кусок бумаги а как и неплохо что такое музыка тоже недовольны контент что я сегодня буду рыбаком буду рыбачить на людей раздавать подарочки при помощи удочки короче это вы все увидите середине в конце когда-нибудь вы увидите в этом ролике а сейчас что мы поедем у оператора блять у оператора походу небольшое у него это как это морская болезнь просто в помещении он не может стоять ровно блять и они двигаются просто по-другому не имеет только можно вообще успокоиться навсегда тупо все хватит максон а что делать если мой голос путают с твоим или мы все пермские шекшу аль не знаю ничего не делай успокойся держи в курсе самое главное так хамилии змей тут в биг и рашен боссе так наверное интересно блять 3 месяца подписки бля но я конечно зафырился сегодня спасибо за месяц спать короче нихуя себе давай артурик давай это че за хуйня у нас все я понял чем нормальный режим переходи да хорошо я и я вроде в нормальном режиме я просто после москвы просто вернулся немножко под этот подпердую давай спокойно черту какая-то игра но мы смотреть и не будем совсем уж когда пиздец дальше идем какой-то детектор лжи привет нас каловский и это детектор лжи где я задаю разного рода провокационные вопросы неизвестным блогерам и не только блогерам ты дохуя интеллектуал ты не в курсе что детектора лжи не работает что различие блять ясно короче он работает но его можно типа обмануть создатель детектора лжи сам лично сказал что изобретение полная хуйня но его почему-то использует откуда это у тебя столько денег ухты 500 рублей здорово все до одного к плюс добил хз очень много факторов по которым тем пусть они видят серию трендов с персилом обязательно к просмотру еще раз спасибо максим за то что ты делаешь да не за что по поводу годного контента каково твое мнение о евгении бачо медиан а а а спасибо за 500 нормально абсолютно нормально я уже говорил много раз я считаю что конечно это смотреть не стоит в том плане что сначала надо свое мнение сформировать то есть предположим вы не собирались смотреть но мне не интересно то тогда да тогда нормально просто это своего рода знаете ли как бы на одна точка зрения которая не должна быть вот одной и точкой зрения я например с жене не был согласен по поводу левиафана до сих пор считаю что это не совсем то что о чем нужно сравнивать фильмы там дурак и левиафан в левиафане нет героев типа там все хуйня все залупа и все отстой а в дураке есть главный герой которого есть четкая цель который хочет помочь но я считаю что например в реалиях жизни так можно сложиться что героев тупо нет а них просто их не существует они вот так вот получилось что в данной ситуации сдали сколько хуй и я тут как-то так увидел как ты в гармошку дуешь очень круто не подскажешь как называется просто ну гармошка обычная хонор какой-то то есть ничего такого все нормально вот и короче я считаю что левиафан фильм не то чтобы сильнее там или слабее дурка они вообще во первых начнем на разные да не про проблемы там какие-то связанные с подобным с одинаковым контингентом но разные абсолютно идеология людей которые присутствуют в этой истории поэтому я считаю левиафан более серьезным фильмом и более правильным кином с точки зрения драматургии вот то что я думаю но как бы и дурак не очень понравился и считаю тоже хорошим фильмом вот поэтому каких-то моментах надо составлять сначала свое мнение что потом не как бы я перестал смотреть рейтинги на кинопоиски и так далее они потому что ни о чем не говорят когда поспел фильм с рейтингом то ли пять то ли пять с половиной он фильм оказался ну реально нормальный там за 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 хуярли непонятно за что вообще есть фильмы которые с большим рейтингом ты смотришь думаешь что это блять за глупо почему этого там 7 или 8 блять рейтинг почему нахуй то есть такое я советую все-таки составлять свое собственное мнение прежде чем смотреть какие-то обзоры и так далее иначе смысл как бы то есть если вам интересно узнать мнение человека по поводу того или иного вопроса вы ебашите если нет то нет вот смотрел фильм носительно новый мама восклицательный знак да конечно и как тебе охуенно серьезно конечно ты почитал о чем если ты не понял я выключил на середине блять вот охуенно что это пиздец ну просто если бы это был адекватный человек это баба просто нахуй сразу просто ушла блять а ты фильм не смотрел не смотрел ну так тогда зачем ты говоришь но это охуенно фильм это олег это короче это на библии все основано там она не нормально или и он не нормально они отстворяют определенные вещи определенные моменты в жизни какую библию блять это фильм снят на на библии блять они я да это жесткий арт-хаус нормально такой прям хороший короче тупо не про людей там вот вся история ну точнее про людей но не так я просто не хочу я не я не хочу просто спойлерить людям которые может не смотрели но можно зайти на кидопоис типа после фильма и почитать о чем это фильм как бы что он о чем он говорит если вам не было понятно короче нечего смотреть давайте включим вот эту хуету глянем как же я устала муза хватит популярен и блогер понятно как бы самому себе не подлезать не но не интересно в атмосфере должно быть то есть тому к тому к тому кому понятно вся эта хуета тот наверное сидит на нем интересно ему там образы тебя мне что-то как-то я не ставила ни разу поэтому не могу я смотреть это дерьмо но чё-то короче нету 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 вот какая-то какой-то охуенный трек муза блять цвали почему они все похожи на фейса блять иди сюда это танчики колеса любви везут нас в райде мечты парень как так мы ведь смотри как где ты где я кто ты 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 где ты где я колеса любви прыгаю в новый бенд кольцам крилян так на мне я верю только тебе но не и блять какая отвратительная хуета блять господи иисусе наху как вот вот иногда и Иногда интересно, как это людям приходит вообще в голову, как они думают, что это качёво, типа, вот, знаете, как бы ты же чувствуешь, ну, ты вот, то есть, живёшь жизнью, у тебя как-то формируется какое-то мнение о определённых вещах, ты как-то знаешь, что тебе нравится, что тебе не нравится и так далее и тому подобное, но вот таким людям некоторые, то есть, то есть, некоторым людям нравится действительно какая-то залупа конкретная, это какой-то пиздец, это просто пиздец, просто фу и гадость, нахуй, ебаная. Этот, блядь, всё сделает с высоковыжималки, ебучие, из хурмы, блядь, короче, я не хочу смотреть ничего, это залупа, мы в трендах видим ничего интересного, короче, либо то, что, как бы, посмотреть надо самому, типа, например, вот, флокатор своими руками из старого телевизора, я думаю, это каждый день. Пойдём на школку, прыгнем тогда. Да для себя, да не, Гриш, я всё, хватит. Ты спросил, почему все пробируют фейса и в чате пишут, потому что он хороший исполнитель. Наверное, это, наверное, это разъебнули, потому что, как бы, да, по-любому, да, по-любому разъебнули, разъебнули, по-любому. Не, это он просто разъебает, сто процентов. Ладно, к нам, к нам на студию на запись ломятся толпами такие таланты, ну вот, не, нахуй, тренды вку, фу, невкусные, блядь, я это даже выкладывать не буду, неинтересно. Так что, хватит, где у нас тут захват экрана. Всё, ребята, большое спасибо за сегодняшний день, я фыленул, надеюсь, бабуля не будет, надеюсь, она забудет, что я это сделал. Ха, блядь, когда-нибудь она меня, наверное, точно убьёт за мои крики. Субтитры сделал DimaTorzok